В Сирии продолжается операция российских воздушно-космических сил. Как отмечают эксперты, время для нее с точки зрения погоды выбрано очень удачно. Первые удары по боевикам ИГИЛ были нанесены еще в среду 30 сентября. Еще раз отметим, что время для начала воздушной операции выбрано очень удачно. Октябрь в Сирии в целом благоприятный для полетов месяц. Средняя скорость ветра 2-4 метра в секунду, а по климату всего один раз в октябре здесь могут наблюдаться сильные порывы до 15 метров. А дожди бывают лишь раз в 10 дней, причем самые интенсивные до 18 миллиметров посадки обычно наблюдаются как раз на севере, там где идет операция российских ПВС. Но это не может оказать серьезного влияния на бомбардировки. С температурой еще проще и критической для полетов считается жара за 35, а до таких отметок в октябре столбики термометров в Сирии поднимаются редко. Однако недостаточно прозрачная атмосфера в ближайшее время не должна стать серьезным препятствием для проведения операции. В этот период года облака здесь находятся обычно на высотах от 4 до 10 километров от земли. В этих случаях небольшую дымку можно увидеть на высоте в 1 километр, но она не усложняет пилотирование и не повлияет на работу системного ведения. В таких метеоусловиях самолеты могут нырять под облака и наносить эффективные удары по наземным целям. Только при активном противодействии ПВУ поднимаются выше. А такие условия можно назвать идеальными для выполнения выводов улетов. В ноябре погода меняется. Большую часть этого месяца сирийское небо затянуто тучами. Причем частенько облака прижимаются к самой земле, учащаются туманы. А в таких условиях проводить боевые вылеты будет несколько сложнее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова